ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Почему именно Нева, почему именно Атлантические осёты, потому что вся рыба практически срезана, а этого Атланты не трогали. Он как давал опыт свой, так он и даёт, но вот мы приехали на Неву и попытаемся сейчас поймать вам крупных Атлантических осетров и показать вам, какой же он опыт даёт для новичка, который приедет сюда и будет качаться. Сюда не надо какие-нибудь большие удочки с рунами, ещё раз повторяю, сюда достаточно фишинга, удочек достаточно фишинга, катушечки до 100 килограмм, ну я ставлю сюда мощности 120, они тоже недорогие как бы, до 100 мощности, до 120 мощности, чтобы побыстрейки. Тянуть его можно было, ну и сопротивление износ удочки будет поменьше, так как Атлант рыба из тех ещё противных, которые не очень быстро вылаживаются. Сейчас вам продемонстрирую, на углу Атланта он клюёт не сильно, как бы так, охотно, я ещё долго сюда не приезжал уж, поскольку я качался здесь и у меня рыба была тут, а Атлантический осётр я приехал в свою ямку, на которой я начинал свою деятельность, когда я только-только получил доступ к Невену, приезжали и сидели здесь часами напролёт, на ловле именно мутического сетра. Много очень спрашивают, приходят люди на стрим новенький, и докачавшую заднюю, спрашивают именно, где его лучше половить, где, какой опыт даёт рыба. Мы сейчас вот сидим на улиточку, я сижу на улиточку, чтобы, ну, на раку уши как бы не мучиться, не сидеть, сразу поставил три улитки, прикормил жмых улитка карамельно, теперь ждём поклёвочек, Атлан клюёт вообще с четырёх утра и где-то часика до десяти бывает там, днём ещё чуть-чуть поклюёт всё, потом какое-то у него настаёт затишье, и он начинает клювать где-то уже с часика шестнадцати поклёвочки. Ну, оказывается, я сейчас один человечек сидит с уделятым разглядом, снастью убранным рюкзавчатом. Вот он вышел, ну, Всем привет, это Подошёвы, вот вам на ваши вопросы я даю вам сегодня ответ, ну, вот эта поклёвочка от ста килограмм, этот вообще ещё-то вон маленький, поэтому не будем кинуть даже. Сейчас вот немножечко расклюётся ямочкой, мы будем сидеть сегодня ловить, но видео не будет сильно длинным, я его не буду затягивать, а просто показать, какой же Атлан всё-таки для новичков очень полезным будет, пускай он да, он не принесёт в продажу много денег, но надо будет искать более актуальный выбор, где поболее заработать можно. там Атлант, прежде чего, а он даёт опыт, и очень большой опыт для своего уровня игроков, которые приезжают сюда с двадцатым уровнем и пытаются приподнять свой уровень на разряд выше или там два выше. ещё раз говорю, кто приезжает на Атланта, пытаются разловить. Надо запастись сюда терпением, очень много здесь терпения, чтобы как бы найти себе ямки, клёвые ямки, которые именно, ну, для атлантического сетра, чтобы у вас потом хорошо клевалось здесь, я вам покажу ещё много, ещё как минимум две локации, где можно половить Атлантического сетра. Если, например, у вас здесь плохо вовится, да, есть ещё локации, где будет клевать Атлантический осётр. Ну, здесь их как бы не очень много, но на других локациях можно просто вытащить мута, который именно будет розыскиваться на Невену, вы можете себе взять на заметочку эти ямки, но поскольку мы уже это всё проходили, но я просто для новичков дам понять, что в относительских осётах эта рыба перспективна именно для развития своего аккаунта, именно для качина. В то время 13-10. Были поклёвочки не сильно, да как бы, такого крупного атлантического сетра, все поклёвочки там до 100 килограмм. Мы будем тянуть поклёвочку от 150-300. Будем показывать вам каждый опыт подконьяк, который будет здесь нарисован. не сильно. Я вам говорю, даже сон такие цифры не даёт на подконьяк, понимаете, да? А ещё хотел заметить такой, как бы, ну, бывает некоторые спрашивают, поклёвка от атлантического сетра, он не расклёвывает, он сразу топит поплылок. Так что, когда приезжаете сюда, когда начинается поплылок дёргаться, расклёвываться, да, я говорю, любая другая рыба, даже не атлантический осёт, даже маленький атлантический осёт, килограмм на 10-15 поплылок, он сразу топит при поплёвке. Так что, крупный атлантический осёт так же плюёт на меня. Он не расклёвывает. Он сразу топит поплылок на дуку, да. Ну, вот будем сидеть сегодня здесь, пробовать вам поймать и показать вам достаточно, сколько же опыта он даёт. Он не был срезанный, его не трогали, он как и оставался рыбой обычной. Потому что, если бы его срезали, здесь бы вообще, я не знаю, вообще бы не клевала, наверное. Начались будни, народу сейчас на серверах очень мало, 400 человек всего сидит. Некоторые сидят, а добавливают подарки. Я вчера поймал своего первого реновского крокодила, но нет, просто мои подписчики говорят, приедь на Амазонку, попробуй половиться, кровь на. Затем тронули тему крови на. Ну и вот мне вчера на спиннинг улыбнулась, удачка отомлась. Первого реновского, он оказался рекордным для базы. Тонус 600. И он попался с кровью мне. Первая реновская кровь у меня. В загажнике лежит. Ну и половили еще склад голубого. Два бутылочки я выдернул у нас. Можно видеть, видите сколько у меня наложено. Четные кайманы вот здесь. Вот он, реновский крокодил, которого я вчера поймал у нас. Тонус 690. И 130 грамм. Похоже науле. Похоже на науле. Похоже науле. Доброе утро. Полонатчик. Полонатчик. Четные кайманы в поливе. Похоже на новый крик. Проверка прилигая. Как раз. Полонатчик. Безères. Ну, 15-40, но сейчас просто начнётся поклёвочек, если он вообще проявит сегодня внимание на какой-то тенжевке. Вот видите, идёт расклёв поклёвки, это не талкийский это любая другая рыба, ну, не знаю, там, вплоть там я не знаю, да, до этого нет. Я здесь поймал свою первую находку путешествий, когда сидел и ловил, играли форумный тур какой-то, а надо было мне ловить атлантического сестра, покуда у меня была любимая рыба, мне командир, капитан команды должен по заданию, чтобы я отновил именно те веса на атланте. И всё, и мы сюда прибыли. Киловины веса. Вот, льётся маленький, по загибу там не больше 10-15 кг. Ну, как бы на улитку ещё перспектив, то что открывать почаще будет, чем на шее она. На шее тоже, как бы, много поклёвок, ну, там, большинство мелкого атланта, да. Шея именно стая, только для разлова, но когда уже пошёл крупный атлант, можно переключаться на моллюсты, на улитку, чтобы пришёл крупный только атлант. Вчера закрыл себе 78-й разрядик, да. Выложил я вчера нарезочку, сделал я вчера нарезочку, теперь я буду делать нарезочку. Ну, коль есть люди, которые на свой канал приносят события минувших дней, понимаете, есть люди, которые приходят на стрим, слушают, а потом идут на другой канал и говорят, давай сегодня вот это поснимаем для молодёжи и так далее. Ну, та же самая, получается, мысль на двух каналах. Ну, такой человек никогда не допустил. Пускай у него там будет, блядь, да хера там людей, блядь, но у своего никогда ничего не принесёт. Это такие люди, понимаете, у которых, блядь, пустая голова, блядь. Зерно туда, блядь, кину, там, с таким злоном упадёшь, там, блядь, лучше просто, ну, внимание не уделять этому человеку, вот и всё, блядь. У нас есть своя публика, которая сможет, ну, об этом будет достаточно, вот и всё, да. В дальнейшем посмотрим, что будет. Я себе вчера скачал специальную программку, ну, для идеальных, как бы, делать нарезочки. Я вчера сделал свой первый нарезок, но попробовал у нас с Ореноком вроде ничего получилось. Сейчас ещё буду подставлять туда, ну, это, какую-нибудь интересную музычку, может, что-нибудь ещё в описании сделаем, и мы будем делать классные нарезочки, так что это не заставит большого труда, если человек всё умеет, но, без всякой помощи, может этим заниматься сам. Что-то. Нас Атлантическая всё так не хочет, да? Вот поклёвочка. От 150 и следующая тоже маленькая. Ну, вот авторудочка у нас хватил, тянем. Оренки врала. Привет. Вот мы подтянули, пьём коньяк, о, и дам покрышечку, пьём коньячочек, достаём, 73 тысячи на 303 килограмма, а 397 грамм попался от маты, да, он 78 тысяч на 78 тысяч, представьте только в эти цифры. Вот, я говорю, тянем поклёвки только от 150, никаких больше поклёвок нас просто не должно интересовать. Когда уже разловили, я говорю, когда ямка разловлена, разработанная рабочая ямка, не надо тянуть стараться там маленькие атлантические осетра, тяните клубного атлантами, не привлекайте маленького-маленького, сбрасывайте. Некоторые, я замечал сюда, выезжая от всего мелкого и всякого атланта, всё сподряд тянут, понимаете, смысл тянуть, мелкого атланты, да, он опытно, ну и ловочку будет уносить. А удочки вшатывать в два раза крупнее, а от крупного атланта... По опыту, видите, а он выигрывает, даже у самана. Здорово, Иван. Здорово, Иван. Здорово. 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 всем привет привет кто подошел на и еще раз говорю стримов сейчас будет очень мало людям конечно не нравится это когда я перестаю стримить как бы понимаете люди привыкли смотреть что стримов очень много сейчас очень мало будет стримов поскольку я еще раз говорю появилось очень много работы после новогодних праздников все отошли появились заказы какие-то выполняем работы а по возможности я вам буду запиливать москву рыбалку снимать что-то идеально очень сильно красивая буду резать на короткие видео подкладывать туда музыку вчера первое видео посмотрел люди оценили людям понравилось мне сегодня в чате а когда я слышал только в русскую рыбалку со вчерашним днем меня только еще сообщение доход поздравляет это конечно очень приятно когда люди увидели до людей дошло видео люди посмотрели оценили оценили полтора или с ареноком через первым ареноком для меня тоже это вчера была большой неожиданно вот еще поездок произошла пухлёвич от 150 загибчик я не могу вот мы затянули себя по крышечку коньяк достаем 329 80 тысяч видите атлант ну у меня конечно разряд но он такие же будет цифры кидать это независимости какого у вас разряд если вам попадется такой красавица сейчас на 329 это 80 тысяч опыта я тебе вам говорю он переигрывает даже сама солнц не даст только вам я не знаю солнцолдатова даже наверно сколько не даст только там ближе к 600 и то наверно такой цифры не будет у солдата атоматически это только дает или какие цифры для новичка эти цифры вдовне как бы ну понимаете если он разводит найдет свою ямку такие цифры это просто нереально красивые цифры которые будут ну с поднятием своего это вот представьте себе человек сюда приехал с двадцатым разрядом да пускай у него есть улитки он немножко налогил у него есть раково средств представьте себе если он же первым же поймать на 329 ему даст 80 тысяч опыта но это как минимум почти разряд понимаете еще любой какой-нибудь маленький атлантический оттенка это бахнет разряд понимаете 80 тысяч для двадцатого разряда это очень большая цифра понимаете 80 тысяч опыта с одного только я еще раз говорю пускай он проигрывает в это в деньгах но он дает очень большие цифры по опыту и на нем вот такого как бы внимание зацикливать именно по прокачке аккаунта но очень люди вот как бы у меня спрашивают и я советы как бы даю сам где я качался я вам еще раз говорю атлантический осетр это та рыба на которой стоит как бы посидеть понимать это просто запастись вниманием внимание здесь терпения очень много но потому что атлантический осетр это не сон которого быстро разловить у вас получится это максимум пять дней игровых пять дней это все часы дадо вам будет отсидеть я говорю у некоторых сразу идет а у некоторых через пять через шесть дней начинаются стабильные крупные поклевочки вот вот еще поклевочка от 150 тянем в какой-то вредный попался те два быстрее вышли этот а что все локации глядя сделаем круг подсчета говорит а потом только будем вылазить вчера я обратно ушел в свою команду ну шо там не бывает здесь никак шо там не бывает здесь никак шо там не хочет пока улазить не хочет пока улазить но я не обещать знаешь это пустое великую трою и взял жадный путь если воскрою субы не расстроим в руке он замедлял положил сюда вложен что с пантехо как прожил как не тушил на тушил а кто же жил в тревочном цирре всю жену на мир жир ось каста ему крепче держим и а а а а а а и а и а а и и и и и и и и 45 тысяч на 185 килограмм 40 а и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Вот так вот я вам говорю, вот в четырех утра вот он сейчас поклюет чуть-чуть, вот еще поклевочка, вот еще один. Потом немножечко сейчас поклюет, сейчас до девяти, все, потом опять будет затишье, и потом опять глаз обновить. Потом он как делать, два захода небольших вообще. Я на улиточку поставил сразу, как бы здесь перспективу на улиточку, как бы не было, видите, надо показать, какой же будет. И достаём под коньяк, достаём. Вот 333 килограмма, 81 тысяча опыта. Вы представьте себе вот таких атлантов, это всё я вам говорю, это когда разводите, у вас так и будет клювать по воде из пулемёта. Рекорд базы не здесь сейчас ставится, а ставится сейчас рекорд базы здесь другой, на другой локации. Я здесь ловил 340 с чем-то, там почти 341 я вытаскивал, именно вот на этой базе, отлавливали атлантами. А сегодня такой вот ровненький атлантический, всё это же идёт. Согласитесь, по 70 тысяч опыта, по 80 тысяч опыта, это большие цифры для 20-го разряда, до 25-го разряда. Это представьте себе, если таких пару атлантов, это 160 тысяч опыта, грубо говоря, да? Вот и получился. Вот 160 тысяч опыта, это представьте себе, да сразу деление, сразу разряд. Понимаете, если он всего будет атланта, именно под коньяк. Чтобы у новичков не возникло, ну, каких-то больше вопросов, вот на те же самые вопросы я снимаю видео, наименое, которые пишут. Ихана, вот ты вот, говорит, там, говорил вроде атлантические, а всё это, видосы так бы, типа, не нашли на канале. Но вот сегодня снимем, всё выложим, для того, чтобы люди пользовались, приезжали в русскую рыбалку, приходили снова. Таких новичков будем затягивать, понимаете? Здесь интересно, а в своё время просто интересно, понимаете? А сидеть, и по максимуму можно раскачаться, понимаете, ну, с помощью вот таких вот, как бы, ну, всяких видео, там, раз посмотрел, когда приехал, попробовал, а вдруг у тебя получится половить так же, ну. Как бы, ну, по локации можно именно в моей ямке попробовать. У кого кто-то ищет свои здесь ямок, очень много, говорю, начинают от отсюда, и вот к этому, в это место здесь, везде ямки есть, как бы. Вообще, атлантический осётр, он ищется, как бы, ну, в три ямки поставили на раковую шею, когда идёт разлог ямок, и ищите вы. Ага. Поклёвки где-то участились, а почаще там клюёт, ну. А раз. Ага. В какой-то ямке раз, например, там, пять с чем-то там ямка, да. Ага. Вот в ней лучше клюёт, как бы, да. Раз туда все три удочки, и начинаете разваливать сидеть. Маленькие. Три удочки раз туда закинули на раковую шею, прикормили она, ага, и пошёл, как бы, там, клёв, такой интенсивный клёв. Я вам говорю, прикармливать атлантического сетра, когда у вас идёт разлов, один раз в игровые сутки. Один раз. Не вздумайте кормить там каждый, я не знаю, там, каждый, каждый час, там, я не знаю, там, каждый, в игровые сутки два раза, потому что у вас не клюёт. Это не значит то, что вы там прикормили, у вас там должно сразу пойти, как из пыльмёта, понимаете, это не та рыба, я вам говорю, её надо вы... Ты знаешь, сколько здесь терпения надо, чтобы, как бы, у вас атлантический сетр пошёл? Это надо сначала найти ямку, чтобы у вас пошёл клуб на английском. Это знаете, сколько здесь затратов будет, сколько здесь будет часов высяжённых на этот план? Мы так же сидели, мы так же развалливали, понимаете, этого атлантического сетра. Тем более аккаунт я начинал с нуля вообще. С чистого на... Я говорю, это даже плюс, но... Как вообще? Такие вот, как бы, будут видео выходить для именно для ловли атлантического сетра. Поймали, сколько бы, три... Семь штучек мы поймали атланта. Вот представьте себе вот этих семи штучек какому-нибудь двадцатому разряду с такими весами. Я думал, он уже был бы не двадцатый, а где-нибудь 27-й, 28-й бы, наверное. Я вам ещё раз говорю, ну... Посидеть здесь, как бы, именно, уделить внимание атланту и поднять свой разряд, как бы, на нём очень стоит. Это вам не сон, который будет вам ушатывать удочки, убивать на постоянный обрыв. Здесь поставили локфиш, лесочку на 350, катушечки какие-то. Ну вот у нас произошла опять поплёвочка. Длиннём уже. От 150 ему поплёвочки и камень ещё раз берём. У меня две катушки для ловли, одна катушечка. 150 мощностей, так что только быстрее она, правда. Атлантические сёторы, это из тех рыб, там, ну, вроде говорят, она убивает удочки очень сильно, но я не знаю. В общем, как говорится, мощнее катушка. Вот, я тяню, тем меньше износа идёт по ресурсу. А если ты ещё используешь отвар силы, то здесь вообще не убить этот залов птичного. Достаёмся, ну вот, 160 килограмм, 38 тысяч дал, ну, 160 килограмм. Я не знаю, солнце пока даёт, не даёт нам опыта, ну, вот, 38 тысяч, ну. Я вам ещё раз говорю, стоит сюда приехать и попробовать, посидеть просто, затратить какое-то время, да, при том, чтобы просто на кисле ямки и половить с ланцами. И очень успешно будет кило есть, нравится. Ещё сейчас немножечко посидим и что-нибудь ещё запишем сегодня. Ну, я думаю, сегодня вот такой вот будет, как бы, цикл, посвящённый именно к новичкам, как им, по, это, подкачаться, на какой рыбе именно подкачаться. Почему именно эта рыба будет? Потому что, ну, вот, выбрали сегодня Атланта, да, потому что он даёт, как бы, и по максимуму здесь затрат будет, понимаете. Здесь не будет обрывов каких-то, таких сверхсумасшедших обрывов, понимаете. Здесь, ну, 350, максимум, то, что ты здесь выкинешь, это 340, ну, ну, бывало, там, 345 вытягивали. Ну, сейчас-то я не знаю, я сам здесь, ну, просто 340 вытягивал, почти 341, я говорю, а рекорд-база ещё остается не на этой локации. Есть другая, другая база, где тоже водятся, как бы, атлантические осёты, и там, как бы, ну, за 340 водятся регулярно рыбки. Ну, мы затронем потом эту локацию, там есть ещё ряд интересных квестов, которые, как бы, ну, можно будет потом поснимать, ну, половить, попытаться. Есть там интересная она, наживка, прудовик называется, улит там, 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 улит там. Которая имена, улит там, 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 улит там. И на этого прудовика есть рыба, которая очень-очень хорошо клюёт. Того же самого атланта взять на мясо прудовика очень хорошо можно половить на той базе. Ну, мы потом затронем эту тему, конечно, там я буду снимать там коестной, я вам покрою базы, где можно посидеть атлантического сектра, там посидеть по карауле. И вот там ставится рекорды базового. Там за 400 килограмм атланта ловится, за 400 плюс. Вот ещё одна поклёвочка. Ну, говорит, у меня уже плоско разряд здесь. Ну, куда сидишь под акваром силы? Ну, вообще, я говорю, атланта в ульта, считанные секунды. Ну, всё, он огулялся, уже сдался. Потом собиться не будет. Всё. А стояк это всё сделал. Покрышка. Вот, что, поклёвочка ещё есть. Оп. Автомаленький. Жаль, покрышечка. Коньячочек. Постоян. Вот, 333. 80 тысяч. 991. 280. 1 тысяча опыта. Я говорю, большие цифры даёт. Вот, это... Ну, это то, что атлант весь 300 плюс идёт. Практически два атланта по 100. По 160. Видите? А он идёт за что-то 10 килограмм. Вообще, весь атлант идёт от 10. А вот опыта он даёт. Именно вот этот опыт, который интересует новичков. Такого. От 150. от 50. Ловим. Всё это делаем. Ихось едаем. Взбиваем алкогольную. И ещё и опять на игру. Ну, улиточку это перспектив как бы, но... Воль именно красного Воль. Именно красного Воль. именно крупного атланта ловится. Дэгр у вас разловлено уже. Как бы на улитку нет смысла как бы, понимаете, разваливать. А на улитку ставится когда уже у вас реально ямка готова для разлова. Идёт крупный атлант, хотя бы там в сутки, я не знаю, там три штуки стабильно вылавливаются. Тогда уже можете стоять на улитку и попробовать ещё сидеть на улитку именно. Ловить только крупного атланта. А так всё это дело разваливается на ракула Шевена. Жмых делается так же. О, прикол делается для разлова. Жмых, раковая шея и карамель. Всё. Сидите здесь, я говорю, пять игровых дней надо будет тратить. У кого-то пять, у кого-то шесть. Кто-то за три дня разлавливает, понимаете. Как на ямку наткнёшься на свою, так у вас всё и дело пойдёт. Я говорю, атлант это не так же, рыба, это не сон, который, понимаете, как, как очумевший клюёт, понимаете, не даёт спуску, ну, да. Атлант это рыба такая, делает в два захода, делает небольшие, как бы, отрывало. Вот он поклевал чуть-чуть, раз, затишье. Снова раз, поклевал, снова затишье идёт. Понимаете, вот такие вот, как бы. Вот сейчас потом поклевал чуть-чуть, да, сейчас затишье будет. Сейчас начнётся где-то в 17 часов, буквально, там, в 16, может быть, какая-нибудь поклёвка будет. А так он с 17, с 18 сейчас начнётся, и всё. И опять до 23 поклюёт, опять потом затишье будет. И опять с 4 утра начнётся. И вот, вот этот промежуток, вот эти промежутки надо успевать, ловить именно в крупного Атлантона. Так. Чё у нас с качеством? С качеством? Ну, вот я беру всего сегодняшнего Атлант. Видите, какой идёт? Половный Атлант. 300, 300, 300, 300, 300. Ну, все по 300 и 2 только от 150 килограмм. В основном всё. Я говорю, улитка это перспектив ловли именно крупного Атланта. Когда вы уже разловили, посидели здесь, поразглавливали, у вас пошёл крупный Атлант, хотя бы, я говорю, сутки, стабильно надо ловить 3 штук крупных за 300. Тогда вы можете тоже ставить улиточку и на улиточку ловить достаточно крупных экземпляров. Под конец я видел, я вам ещё покажу ещё 2-3 базы, где именно уловятся Атлантические осёты. Также там таким же методом искать надо свои ямки. Там также уловятся Атлантические осёты. Основной базы, где все сидят, это вот Петровская крепость, набережные Невы. Вот здесь все люди сидят. Есть ещё одна латация, которую я вам покажу под конец крима. Вы там можете попробовать, сами уже половить, как у вас там где его пойдёт, не знаю. Вот когда я говорю, сидел в формной команде, мы играли тур, и надо было отлагрить определённые веса на Неве, именно Атлантические осетки. Я вон закрывал здесь таблицу, именно сам я закрывал. Ну, потом уже, на второй день здесь люди, да, более-менее закрыта была таблица форумная. Мы здесь все силы бросили, но я добавлял вот здесь именно вот здесь Атланта определённого веса. Было немерено сожгли наживки здесь, чтобы закрыть таблицу на именно определённый вес. Тоже такие веса попадали, что я уже говорил. Сидели и долубили здесь его днями, ночами этого Атланта. Было выловлено этого Атланта здесь куча. Я говорю, чуть не рекорды базы здесь оставили. Ну, вот, по старым меркам, когда ещё не было той локации, я говорю, здесь ставили рекорд базы. 341 ставили здесь стабильно, понимаете, 341. Я сам здесь выявил 341. Ближе к 341. Ну, для новичков это очень полезно как бы будет, понимаете, вот, посмотреть вот так вот мы. Просто здесь им надо, что, ну, я могу найти свою янку и всё. Посидеть, разловить её, а найти это дело времени, понимаете, всё это, конечно, затратно, но зато потом, когда вы будете здесь сидеть и ловить этого крупного Атланта, вы не нарадуетесь, писаете себе, да, на 300 кг зацепите, но вытащите под коняк пах 80 тысяч опытов, пах там ещё одного, ещё раз, ещё 70 тысяч опытов, это того уже, грубо говоря, понимаете, 150 тысяч опыта, да здесь самовод, видите, 18 часов, как я вам сказал, будут поклёрки, вот 18-20, вот поклёрка, от 150 загибки, тянем его, посмотрим, что он нам принесёт, какая-то рыбка будет, ну, потому что, грубо говоря, когда сидишь на какой-то Амазонке, человек приходит и говорит, я вот только зарегался, 20-й там уровень, о чём мне лучше прокачаться, ну, вот ему начинаешь там говорить, когда он приезжает, у него ничего не получается, а вот сегодня, я грубо, с утра заходишь, здесь какие-то письма снимают, люди пишут, спрашивают, а чё ты, говорит, Михаил, вечером, вчера у меня человек, который, ну, вообще, даёт мне удочки, там, всякие, он у меня вчера, говорит, вечером не стал ширин, ну, достаём, 308, 74 тысячи, почти 75 тысячи, опытный, эй, по 308 килограмм, ну, так, грубо говоря, до 20 уровня, это просто такие цифры будут, ну, зашкаливая, зашкаливает, ну, грубо говоря, это два атланта, это разрядно, по 300, по 300, по 300, и так бы ещё можно под отвар силы сидеть, чтобы меньше ухить, да и быстрее кинуть, да и ресурс убивания удочки будет ещё меньше, как бы, как бы, как вы понимаете. Всем привет, я подошёл, мы сегодня на Неве, ловим атлантического осетра, такого же могли заметить, но, стрим этот я будем посвящать именно новичкам, которые приходят, которые в русскую рыбалку кто-то пришли, зареагались, и вот они там пытаются поднять, а, в какой-то себе разряд, и вот, рыба, на которой, ну, стоит зациклить внимание, это вот, атлантические осеты, которые, ну, для, для прокачки аккаунта, очень сильно подойдёт, на начальном этапе прищёл, такие цифры даёт, ну, что ж, я вам говорю, вот так вот, разваливаться он, я ещё раз говорю, на раку, на шее он, а потом, когда ямка уже разводится, у вас будет стабильно, стабильный клёв, вы уже можете переключаться, либо на моллюска, можете, моллюска ставить, либо улитку ставить, но для, стабильного клёва, именно крупного атланта, уже, искать крупного атланта, а разваливать, как бы на улитку, не рекомендую, потому что там, будет умолчать, всё подрядно, понимаете, есть будет атлант разваливаться, до тех пор, пока вот, оп, сорвался, там будет тянуться атлант весь, понимаете, на улитку, на мелкого атланта, это очень затратно, потому что улитка, она, так, вот это как бы, ну и по цене, не самых дешёвых, если её покупать, его вид как бы её, такая как бы, не очень перспективно, ну её можно просто наловить, вот так вот, там пойти какую-нибудь рыбу половить, которая более-менее будет на неё ловиться, или там из каких-нибудь капризных рыб, понимаете, вот мы приехали сегодня на мировой, именно на улиточку, я ездил до этого, ловил улиточку, ещё ездил подлавливал, специально готовился к этому стриму, чтобы, понимаете, приехать вам и показать, как будет здесь оклевать, именно крупного атлант, потому что нам нужны цифры, которые он даёт на подкорняк, а он даёт, там говорю, ой-ёй-ёй, до 20-го разряда, это очень большой цифр, ещё раз говорю, это вам никаких не будет, там 30, понимаете, это, сейчас всё вытащил, ну вот 148, 28 тысяч дал, плевочка была от 150, 148 дал, ну загиб дал такой, как бы атлант, видите, на 148 вытащил, ну тоже, неплохой опыт даёт, ну всё это, тяги по духу, под коньяк, всего крупного атланта, тяните под коньяк, у меня около атланта, когда разбавливается, там можно её, как бы, не пить, но если будет поклёвочки, именно крупного атланта, там, от 150 загибли, то, конечно, бутылочего коньяка, бочка ухи у вас должна быть быть всегда с собой, и какое-то количество покрышек больших должна быть всегда с собой быть, потому что неизвестно, когда он у вас начнёт разваливать, потому что сразу крупный пойдёт, понимаете, у всех как бы по-разному идёт, я здесь сидел 6 дней, 6, чтобы у меня пошёл какой-то крупный, какой-то крупный, а потом, когда он уже пошёл крупный, я стал покормить реже, и реже, и реже, и реже, а потом перешёл вообще к голову, чисто сидел улитка, молюска, и всё. Раньше, когда не было ещё всяких богатых локаций, не знаете, какое большое количество собиралось я, и из тех, и сундуки на нём очень хорошо раньше давало, особенно золотой сундук, потому что это из редких рыб, считается, это не из тех, которые пулемётят, как платва. Я вам говорю, при хорошем разлове, за сутки, ну, ну, я имею в виду, за протяжителем, вот он клюёт в 2 этапа, вы успеете поймать, только 3-4 штучки, крупного, я ещё так повторяю, за какой-нибудь там, как, за грипп, за гриппу, что там, килограмм на спрейс, сказать, это мне самый крупный, да, именно за 300 килограмм, ещё одна поклёвка, вот люди пишут, а мы людям отвечаем, вот такими видео, видео, где вот так, куда приезжают, понимаете, в интернете очень много, всякого, а, чтоб именно вот такого, не очень много информации, доступен, не даст нам никак выкинуть их, ну, вот сейчас я вот досижу здесь, выкинем этих, я выключу стрим, перезагружусь, и поедем, наверное, какую-нибудь ещё локацию, половить, ещё я сегодня хотел, посвятить ещё один стрим, как бы, посидеть, ловить кратчатую пирамину, для закрытия квеста, пиражки, уже надо его добивать, ну, а также можно ночью посидеть, половить, подъехать, и половить этого, острового, чёрного, ренок, может быть, кто вчера не видел, видео, поимки моего, первого, ренок, сколько сходил, вы можете выйти на YouTube, и посмотреть, видео, я вчера, именно нарезочку, я вчера, очень, настроение, так подняла, на весь день, с такой поимкой, на редких рыб, сходил, т.к. 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 красавцев, ну, под конярт, т.к. 300 год 777, 77000, 1006, хоп, на 327, и второй, достоин, 204 48 тысяч на 200 килограмм 48 тысяч опыт ай-яй-яй вот это такие цифры просто когда и тянешь этого крупного там как и думать на чушь там пользу вас будет там атлантик но поначалу такого клёва не будет еще заострим внимание поначалу не будет клёв будет стабильный но очень мелкого атланта потом пойдет покрупнее оттуда и будет поступить по ступеньке по ступеньке все крупнее 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 потом придете вот к такому атлантическому сету которая будет я вам же говорю еще как из пулемета ну а атланта это редкий вид особенно даже крупную поймать это очень как бы ну все время очень много затрат усеживания здесь очень много вам придется пересидеть за временем чтобы добиться какого-то стабильного клёвана вот на этой хорошей ноте мы закончим мы сегодня половили атланта я сделал вам показательное видео для новичков вот мы поймали сегодня 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 13 штучек и мы отсидели 48 часов мне осталось я ну вот брали на 2 часа ну 48 часов получается получается одну путевку мне накидывают бесплатно вот 48 часов мы здесь отсидели осталось 5 часов путевки и вот мы практически за 2 дня здесь поймали 13 крупных атлантов для новичков это будет очень полезное видео чтобы посмотреть и качнуться на кому понравилось пальцы вверх и подписывайтесь на канал задавайте много вопросов на каждое заданный вопрос будем делать какое то видео именно видео обзор чтобы человек знал куда приехать на какую именно рыбу приедет почему он сюда приехал вот потому что та иная рыба ну застрять на нее внимание очень как бы полезно понимаете что он с нее будет получать там например какая то рыба дает денег побольше да в опыте проигрывать понимаете ну а эта рыба дает например опыта очень много но в деньгах она не очень как бы ну в продаже она не очень но она будет давать как бы она будет отбивать вам фиши даже сам если ее сдавать по хорошей цене и вот таким вот как бы макаром мы будем развивать свой канал доносить для людей особенно для молодых которые только в русскую рыбалку пришли и пробуют здесь своими силами как то раскачаться я немножечко перезагружусь сделаю себе кофе и мы поедем дальше увидимся на просторах русской рыбалки всем успеха